О, нет, ну и так, опять так, урау проигрывай, пожалуйста! Всё, ласка-т, ласка-т, бомба и яма. Я не понимаю, как с неё зажимай, просто. Какой же непривычный зажим, господи! М4А4 или М4А1С? Постоянно в комиссии CSGO стоит этот вопрос. Одни проигроки играют с одной МКой, другие с другой. По многими оружиями уже давно понятия вывод, такими, как, например, Дигл или Револьвер. Я не знаю, вообще, кто играет с Револьвером в 21-м году. Вот именно с МКами вопрос стоит очень давно и до сих пор не решён. Постоянно их меняют туда-сюда, в общем, я думаю, вы всё и так знаете. Поэтому сегодня я сыграю одну качку с МК излучителем, одну без и сравню, где же я сделаю больше фрагов. Также, кстати, очень давно спорят о Юспе и П2000. Реально, сейчас П2000 как-то очень много людей начало играть, поэтому, если набьёте дофига лайков, то могу спокойно и сравнить. А что, реально, рекомендую тебе заранее влепить лайк, ну и, конечно же, подписаться на канал, как-никак. Это будет очень мне приятно, да и в любом случае, ты, наверное, думаешь, что ты подписан. Но реально спустись, проверь, подписывайся ты и, если нет, то обязательно подпишись. Но я без часов стартовать катку с М4А1С, с ней я сейчас играю, там, примерно, я не знаю, пару месяцев на этот перешёл с М4А4. Запускаем и очень надеюсь, что нас сразу скинет за кота и мы сможем сразу, без лишних слов, это всё проверить. Так, ну чё, катка нашлась и да, она скинул за Т, поэтому сейчас надо максимально быстро копить на М. О, сразу в хаточке узнали, ладно, пойдём пока. С Юспиком на Б и с Моликом попробуем принять. Если это Димас, который меня в хаточке узнал, смотрит ролик, здорово. О, господи, это позор. Блин, первый раунд проиграли, всё ещё не хватает на эту заветную эмпу. Ёкарные бобины, ладно. Здесь Диггл поможет в этом вопросе. Не помог мне, Диггл. О, ура, третий раунд, эмпочки сюда, первый армор и флешечка, поехали. Да умри уже, господи. Каней, пускай. Пускай, блю-блю-блю. Ну да, зачем подсаживаться, зачем фраги такие халявные. Ну да, согласен, ну реально, лучше удаул почекать и умереть. Спасибо, идём в пять. Первый. Фраг есть, ура. Второй. А, ладно, третий не удалось. Девяносто четыре эмпы снял. Ладно, опять хватает на эмпу, ровно, с первым армором. Пепс. Ну куда вы вдвоём пикать? Мне темы тоже сразу срутся, как бы не прошло и пяти раундов, всё сразу, ребята. Всё, конечное. Можно купить эмпу без армора, в принципе. А я так и сделаю, и в этот раз пойду. А, максимально неожиданный поворот событий. Поехали. С этой жемки меня просто кукнул на ходу. Что он делает? Алло 2, хоть что, да чел-то сумасшедший? Он реально животное. 8-0 идёт, ошалеть. Да, 0-5 и что-то 16-0 эту игру проигрывать не хочу. Поэтому надо просто, ну, как бы, врубать режим обувер. Поехали. Они бессмертные, они просто, просто куда я иду? Все вместе туда. Ребята, вылез сюда идёт, давайте. Погоня. О, фраг ворует. Ладно, забрал. Да, да, опять фраг сфоровали. Знаете, такое жёсткое желание подобрать. Калаш, 1 грамм. Это мой шанс показать себя в этот раз. Надеюсь, они меня не ждут. Буду нададовать, что-то, надеюсь, меня не чекают. Или у меня сейчас все фраги заберут, алло. Мне дадут сегодня фраг, уже больше половины прошло. Я всего 2 фрага дал. Ладно, хорошо, третий фраг есть. Я бы 3. Найс, 4. Есть, 5 фраг, сюда. 5 фрагов за 10 раундов, это позор. Ну ладно, сейчас на остальные 5 раундов, 5 сейсов дам и нормально будет. Кикапс, ну, чё, аккуратно. Она вот. А! Минус 88, опять на тоненьком. Уже второй фраг такой. Я, конечно, с этой АМК сейчас играю, но в любом случае, как же, как же хорошо с ней зажимать. Ну, тапать, всё супер. Просто, просто вот всё так хорошо летит. Так, я буду играть на АМК без мучителя дальше. Что-то непривычно. Второй фраг. Привью. Сюда. Кто там? Кто там стреляет по моим друзьям? Сюда. Сколько? 8. Пошла игра, наконец-то. Пошла. Найс. Ещё одна голова. Ах, ладно, хп не было, минус 50. Вот здесь что могу сказать? Мы сейчас играем, ну, то есть матчмейкинг. И тут у троих игроков, я не знаю про двоих, которые сайк играют, у троих игроков АМКи с глушителем. А, ещё у одного обычная АМК я видел. То есть пока что 3 на 1. Пока что почему-то доминирует именно АМК с глушителем. Люди предпочитают её. Первый. Второй. Следующий. Ладно, ладно, нормально, 2. 12 фрагов есть. Уже, уже, бегаю почти просто камбэку в табе. А, на последний раунд надо выложиться на максимум. Смотрите, как мы от камбэка ли вообще красиво. Все перебежали, просто и никто не умер. Всех накидал. Есть. Найс, Молик. Гений игры просто. Не зря 6 лет в эту игру играл. Так, вот это вот всё-таки надо убить, я считаю. Сюда, просто. Сколько в итоге у меня фрагов? 14 фрагов, 5 ассистов, самое большое. На всю катку. Процент хэдшотов, кстати, всего лишь 21. Ладно, сейчас доиграем половину за Т сторону. Думаю, тут особо интересно ничего не будет. И после этого сразу летим играть с МК 4А4. Кто-то есть для А22 на А22. Ладно, предлагаю в данный момент просто. Открываем инвентарь, наряжение. И ставим МК 4А4. Все, поставил лампочку, поэтому предлагаю так же запускать Мираж. И здесь так же нас кинет за КТ, чтобы, так сказать, эксперимент вышел. Максимально точно. Что же, нашлась катка, к сожалению, мы затеров. Но, стоит учесть, что в прошлой катке я там за 5 или 6 раунд дал всего 2 фрага. Поэтому сейчас постараемся максимально как-то сбалансированно играть. Посмотрим, как катка пойдёт. И надеюсь, за КТ смогу сыграть максимально раундов для максимальной честности. 6-9 половину закончили. Надеюсь на то, что сыграем за КТ максимально раундов. Поехали. Так, вот эту наемку без армора. Пофиг, берём. Она же на 200 баксов дороже. Так бы я мог. Хотя, да, я и так армор не покупал. Какой же непривычный зажим. Господи. Это кат, кстати, вот я, получается, с М-предвышителем. Чел ещё один, но один с пушителем. И два, двоих не знаю. Так, реально, 50 на 50. Первый. Второй. Ой, что я беру калаш, что-то, в привычке. Какие-то коробки он мне вслепую ставит голову. Ну, вот как играть в одну игру, я не знаю. Но, опять-таки, вообще, зажимать, тапать. Потому что, когда я чела в апартах кикал последнего, который меня убил, я ему, по идее, если бы я играл с М-предвышителем, я бы его тапнул. А так, из-за непревычности, просто пуляю. До свидания. А можно М-очку, прошу? О, как хорошо. Как вкусно. Как раз нужно мне М-очка. Прям вообще, если ты замечаешь, то я ещё скинула. Посмотрите, какие наклейки в Бейс-клан. Let's go. С него я должен 100 фрагов развалить. Третий фраг есть? Тихо-тихо-тихо. Ладно. Нет. Что происходит в АТК? Сел стоит на месте просто. Пуля. Сюда, сюда, сюда. Но только не сюда. Ладно, М-очку берём. Поехали. Наконец-то. Охренели. Сейчас я как выйду, мил. Ладно, не выйду. Всё просто. Ладно, выйду. Я буду потапать. Потапай по пульке. Всё, всё. Сюда, пятый фраг. Ладно. Если он это проиграет, то... Мне не слов. Я смотрю, конечно, у него зажим не лучший с Эмки. Пошёл. Кстати, именно он вроде как играет с Эской. Вон здесь попадали. Вот здесь он фрагер. 14-12. Ой, как же я не хочу это проиграть. И как же я хочу дать очень много фрагов с Эмки. Что, ждал меня, гандон? Седьмой фрагер. Всё, да. Ой, я опять калаш беру. Не знаю, с Эской так не было, что я калаш брал. А я с Эмкой сразу. Здрасте. 14-13. Запасный счёт. Опасный. А, ладно, ладно, ладно. Какой-то фраг? Восьмой. О, нет. Опять такую раунд проигрывай, пожалуйста. Всё, ласка Т, ласка Т, бомбай и яма. Молодец. Сюда. 14-й раунд. У меня 8 фрагов. Мне надо бить ещё 6 фрагов, и я могу это сделать. Только если сделаю... Мы в этом раунде программ. Если я сделаю 3 фрага, и в следующем 3 фрага. Либо сейчас 1 фраг, и потом Эйс. Ну, с этой Эмкой я не думаю, что если я сделаю, после того, как я сделал за столько раундов, всё, 8 фрагов. Я не понимаю, как с неё сжимать. Просто... Сколько? 99! 99! Вот шутить мне, всё. Это, 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 это просто... Найс. Сыграли в итоге 14 раунд. Я, конечно, даже близко не подошёл. Самое интересное, дадут ли мне сейчас Суприма. Жанс вполне есть. Не, не дали. Какие выводы можно сделать? Хоть я и практически всю свою жизнь играл на М4-4, только не там пришёл на 1С. Мне как человеку, у которого АИМ далеко не лучше, С-ка поприятнее. Так что, если у вас, реально, в последнее время свои проблемы, попробуйте С-ку, если вы играете с А4. Впрочем, как и так, тут ты можешь посмотреть про баг, благодаря которому тебя могут повысить за одну катку. Реально рабочий. Залети и посмотри, будет ли ему тебе полезно, если застрял на своём плане. Ну, так же, конечно, можешь подписаться на канал. Так вот. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова